Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джонни Паппетта, мы с вами продолжаем играть в игру Сноураннер. Если вы новенький, то в любом случае, ребят, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Поставьте лайк под этим видео и нажмите колокольчик, это обязательно. А также можете написать комментарий, я буду очень весьма рад. А сегодня мы продолжим играть и будем кататься на Star 5000. Я дело в том, что хотел бы вообще от него избавиться и продать, потому что он мне совсем-совсем не нравится. Заменить его на тяжелый, допустим, на Pacific или Western Star. Но у Pacific есть проблема. Есть проблема у него модели кузова, только мы можем поместить большой тяжелый кран и в принципе и все. Ну, с одной стороны, это плюс. У вестерна есть минус в том, что у нас ничего нету, мы сюда не можем ни маленький кран присобачить, скажем так, приделать. И у нас только здесь платформа. И все. Как бы так. Я технические характеристики обоих не смотрю. У кого-то плюс, у кого-то минус. А сегодня мы с вами покатимся на такой штуке, которая называется, да, на Вистар. И погружечный кран возьмем, LC. Вот этот вот, LC 3.8, приобретем его. Так, а мы тюнинг модели кузова. Кстати, он стоит сколько? 142, если вы продаете этот грузон, да? Сейчас мы посмотрим на стоянку. Стоянка, продать 142,100. Я к чему говорю? Мне просто интересно так вывести. Если поставлю сюда 5700 на вот эту штуку, да? Купим кран. Цена будет входить, если буду продавать вот эта цена с этим краном? Да, цена входит. Ну, это хорошо. Это меня теперь радует. Хорошо. Давайте, наверное, знаете что? Поменяем на... Сколько наш? 21 вечера. Так, 20... На 6 утра. И поедем, помчимся. Вот такой погрузочный маленький кран. Я думаю, его хватит. Я делаю все впервые, ребят. Я ничего нигде не смотрю, сам изучаю, потихонечку прохожу. Получаю от этого неимоверное удовольствие. Хоть все это иногда и медленно происходит. Но, тем не менее, это топ. Так, большой прицеп я, кстати, и заодно хочу проверить. Большой прицеп сюда оденется, нет? Сможет одеться? Да, большой прицеп вообще сюда цепляется за милую душу. Вот. Вот такой длинный. Офигенно. Ну, я, несомненно, рад. Но еще бы я, конечно... Мне этот грузон не нравится, что у него выхлопные трубы и все наверх, все наверх. Не знаю, как будет на других. Так, давайте прицепим. Прицеп далеко, да? Да, слишком далеко. Мы поедем вот на таком маленьком прицепке. Оп. Ну, условно говоря, маленький. Отлично, прицепили. А поедем на задание. Сегодня попробуем много чего сделать. Задание нам нужно запчасти для буровой установки погрузить и, в принципе, и отгрузить на склад. Тут совсем чуть-чуть. Расстояние маленькое. Вот, как-то так. Ничего не видно, да? Сигнал робит, сигнал робит. Но мы потихоньку катимся и пробуем добраться. Так. Поедем мы вот здесь вот через самую чачу, как говорится. Вот видите, дым прямо в лицо. В предыдущем летсплее я, ребята, у меня что-то случилось с микрофоном. И, к сожалению, звук на микрофоне очень был тихий до определенного момента. Ну, а потом мы все починили и все у нас стало работать. Так. Потихоньку катимся. Ну, я думаю, здесь нам проблем не составит проехать вот этот вот участок. Потому что у нас здесь полный привод. Дифференциала, к сожалению, нет. Это очень, с одной стороны, печалит. А вот у Pacific есть. У него там же идет по умолчанию вездеходные колеса. Стоят дифференциал. И есть полный привод. Это все по дефолту в стоковом комплектации. Но зато у него двигатель чуть-чуть послабее, чем у нашего Навистара. Кстати, я даже не знаю, ребята, этот кран будет работать. Надеюсь, он будет работать. А то придется у него туда-сюда впустую ездить. Ну, конечно, я это все для вас сделаю. Это будет очень быстро. Для меня это будет немножко очень медленно. Так, пора воспользоваться лебедкой. Да, и кушают, конечно, это 340, по-моему. А Pacific 360 литр. Литров. Литр. Окей. Потихонечку добираемся, добираемся, добираемся и попробуем. Прям... Хочу по-быстрому добраться, но, к сожалению, грязь... Ну, мы же не зря, да, любим, ребят, бездорожье, вот эту грязь, оффроуд, 4х4, все как надо, дефлок, дифференциал, все отсюда вытекающее, шнорхель. Просто офигенно бомбический. Нет, в принципе, как я говорил в прошлом летсплее, этот грузовичок-то, в принципе, нормальный. Но только если ездить вот так вот как-нибудь, и сбоку, вот так вот едешь, тут все летит тебе в глаза, грубо говоря. Очень много дыма в глаза. Не, ну, вот так вот, если сбоку, посмотрим. Ладно, ребят, я думаю, мы потихонечку доберемся до точки, а там уже будем действовать по плану. Хороший тяжелый грузовичок. Прям подминает под себя все, и грязь. Вот, 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 это его чачи. И я до этого ездил на Chevrolet CK1500. Так, для проверки, разведывать, что там за кусок запчасти лежит, с какой нужен будет прицеп, большой или маленький. Но, к сожалению, там одна запчасть, и, соответственно, он очень маленький. И вот здесь я, конечно, буксовал очень долго. Ну, не прям долго, но проезжал я не так быстро, как я еду сейчас. Потихонечку. Говорю, дефлок сюда. Ну, конечно, дефлок будет работать на понижайке, скорее всего. Ну, если бы был бы. Потому что на больших оборотах, соответственно, на очень больших оборотах редуктор, который находится в оси колеса посередине, я не знаю, как вам объяснить, если вам это интересно, то он быстро изнашивается, к сожалению. Так как я сам по себе обладатель в реальной жизни, у меня машина с LSD была, ну, вернее, есть. И это было офигенно. Когда она застрелала в каких-то неухабицах и всяких кусочках грязи в снегах. Это было офигенно-бомбически. Ну, да ладно. А так мы едем потихонечку. Потихонечку едем. LSD это то же самое, что дифференциал. Просто я перевожу на английский. Мне так привычный. Ребят, мы почти подъехали, почти подъехали уже. Посмотрите, совсем чуть-чуть. Вот-то выисками, напоминаю, проверка зрения, знаете. Так. Хорошо. И как этой штукой пользоваться? Кто-нибудь мне объяснит? Так. Окей. Так. Выдвинуть опоры. Окей. Ух ты, как круто. Так. Опоры выдвинули. А, вот, режим крана. Уху! Нифига себе. Дорожные погрузки. Можно научиться управлять краном. Запомните основные приемы. Попробуйте погрузить все необходимые предметы в ходу. Спасибо большое. Это длина опоры. Вращать груз. Теперь стрелу надо вытащить. Оп. Офигенно. Так. СВ. Так. Вроде бы правильно, да, ребят? Опа. Прикрепили груз. И теперь нам надо вращать. А, РФ поднять. Окей. Во! Это офигенно. Мне это нравится. Так. Лебедочка. Ага. Это у нас поворот лебедочки. Поднять. Круто, круто. Так, ребят. Я думаю, мы сейчас его аккуратно положим. Погрузим, вернее. Отлично. Офигенно. Блин, а вы представляете, если... Большим... Так. Поднять, отпустить. Вращать. Какая кнопочка? А, вот. Это повернуть стрелу. Я понял. Обращать груз. Вот в эту сторону. Вот так вот. Поднять большую машину. Ооо, тут просто вообще офигенно. Отлично. Все. Так. Закрепили. Теперь. Убираем. Давайте, ради интереса, попробуем поднять машину. Сможем ли ее поднять или нет? Выдержит ли... Грузку такую. Этот кран. Универсальный. Ну-ка. Куда бы его прицепить? Давайте за... За заднюю часть. Ну-ка. Что, поднимем? На самый максимум. Давайте. Так. Сейчас мы... СВ поднять. Здорово. Он выдерживает. Теперь мы будем знать, он выдерживает. Так. Это максимум, который он может поднять. Хм. Физика. Бамс. Круто работает. Это мне нравится. Так. Давайте еще разочек. Легко ли будет или тяжело ему поднять. Ну, в принципе... В принципе, поднимает. Да. Поднимает. Поднимает. Но... Все равно... Все равно... Кран... Слишком... Можно даже поворачивать потихонечку. Слишком... Не хватает тому на тяги, чтобы поднять выше. Вот. Вот я сейчас нажал, он потихонечку поворачивает. Круто. Вращение. Вращение. Вот видите. Оп. Так. Ладно, ребят. Давайте, наверное... Спустим наш... Пикапчик. Вот она. Ээээ... Капец. Перевернул. Теперь не могу ее поднять. Так. Ладно. Отпустим. Пускай лежит. Нам, чтобы ее перевернуть, надо зацепить. Давайте в обратную сторону. Блин. Нам надо ехать, а мы тут занялись. Так. При повороте надо чуть-чуть... Будет отпустить. Вот в эту сторону. давай 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 ты должен 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 вот так вот все 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 хорошо убираем кран обратно в ту сторону типа как-то вот так вот ребят все 5 опор убираем опоры мы работали без опор круто а кстати подождите знаете что надо сделать я еще не убрал а вот все нашел ребят вот здесь кнопочка есть у нас восстановить стрелу все и брать опоры просто не нашел так ладно все мы загрузили теперь можно потихонечку выезжать офигенный кран эта штука мне прям нравится я бы взял бы большой кран и не мучился к примеру здесь есть большой кран и прицеп но я не знаю поместится ли в такой грузон какой-нибудь машинка надо проверять это видите она здесь одним же цепляется не четырьмя то есть когда одним цепляешься есть про и есть и противовеса в обратную сторону так ребят все наконец-то разобрался уже прошло наверно где-то день я не знаю 2 дело в том что когда мы положили груз его нужно упаковать в любом упаковать любом случае потому что он так он не засчитается вот как то так теперь нам нужно его дать все ребят вот сюда выбираем разгрузка потерянный контейнер разгрузить наконец-то наконец-то мы с вами мучились ну по крайней мере я я не знал что его нужно сначала упаковать это бред какой-то ну как не бред с одной стороны это правильно но 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 как то так хорошо теперь мы поняли как работать с краном и он очень хороший я бы сюда конечно машинку привозил клау чтобы потом его их перевозить вот вообще на вестар мне он нравится много ли таких тяжеловесов к на который может такой подъемный кран сделать прицепить но мне кажется он все равно не выдержит большие большие машинки он не выдержит ладно так как мы все равно здесь остались давайте наверное сразу заодно прокатимся вот сюда вот за потерянный цицерной и берем вернем ее вернем ее вот сюда вот вот на вот это задание и я думаю потом отправимся ну как это план на будущее не знаю ним будут ли так работать так хорошо только вот топливо у меня с топливом совсем печально нам надо вот этот прицеп здесь оставить так открепить прицеп и поехали дело в том что в как она вы на дамбе на дамбе там нужно вытащить грузовичок я вчера покатался и попробовал да дело в том что здесь у нас есть такая фишка и цеплять лебедку можно вообще с любого места и допустим там была основная причина в чем потому что она цеплялась всегда посередине а можно лебедочку эту раз на край на край машины прицепить и вытащить уже потом по другим углом что облегчает нам вообще вытаскивание выдергивание машины из грязи допустим если что-то будет мешать там какой-то подъем то как то так в общем что-то на территории очень быстро надеюсь вы ребята поняли но мы отправляемся тогда уже с вами на за цисцерны и попробуем его там доставить доставить ее вот сюда куда я уже говорил там выше чуть-чуть но вообще на вистар мне нравится просто офигенно нравится уже стал нравится ну посмотрим ребят дальше больше может быть я его и продам просто так же можно и на большом крайне ездить но правда он тяжелый будет на большом крайне и возить с собой какой-нибудь прицеп вот такой вот не длинномерный а вот такой вот коротенький с коротенькой базы ну я не знаю туда чего-нибудь поместится или нет вообще копирать в кооперативе играть это офигенно допустим кто-то на большей грузии едет с длинномерным прицепом низкопрофильным а кто-то едет на кране можно допустим поднять ради интереса же ради забавы поднять большую машину тут тот же самый грузовичок который был там я даже не знаю поднимется он или нет и вообще реально ли будет поднять и вообще куда я заехал но мы сейчас посмотрим что из этого выйдет где-то там цисцерна была вон она вон стоит припарковано мне на этом грузовичке этот конечно проеду мы его прицепим как следует но краном работать это круто главное разобраться для начала было и в принципе мы с ним разобрались еще мне топливо 104 осталось я очень много жег топлива пока стоял там разбила разбирался с этим краном а если заглушить машину то у нас не работает тогда у нас не будет работать тогда что кран правильно он же работает от мощности двигателя по крайней мере мы можем машинка это теперь дернуть вообще мы можем нас свобода действий становится больше больше можем делать всяких штук и плюх допустим так же самому как-то выходить из вот таких вот ситуаций как допустим сейчас хотя у нас лебедка есть лебедка есть да вот мы попробуем его нет не хватает на дать еще ой 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 да вот сюда зацепим порвалась так сейчас будем мучиться прочно дерево тихо тихо да из за того что мы очень низкий ребят а тихо 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 неправильно взял неправильно я взял но мне уже ракурсы нравится который тут происходит так давай вот так сделаем отпустила нам надо как-то пробрать пробраться вот туда вперед еще конечно здесь проблема в этом управлении ребят в управлении потому что она немного неудобно но чуть-чуть не хватает доехали дотянуть самый вперед самый самый чуть 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 чтобы захватиться как за какую-нибудь дерево вот мы и застряли да ладно сейчас будем пробовать но тут грязь прям такая ох 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 так ну это ветка я щас будет капец да поехал я на нем я думаю надо его уехать вот там вот по той дороге в обратную сторону потому что чё то это не профит на все мы зацепили мы его сейчас потихонечку сюда вытащим потихоньку вытащим и сами как-нибудь попробуем развернуться и уехать в обратную сторону то есть налево уехать налево 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 и вот как то вот здесь вот вот проехать но у меня ребят топлива осталось совсем чуть-чуть топлива осталось совсем чуть-чуть а мы тут завязали конкретно так а задний ход у нас как будет работать отлично нет и мы уже назад не сможем выходить сейчас попробуем сюда давайте прицепимся мы сейчас сюда откатимся мы сейчас будем вот такие перебежки делать потом его подтянем сюда подтянем топ-2 нет куда чего подтягивать давай 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 я не знаю что из этого выйдет ребят ну нам надо что-то попробовать что-нибудь да попробовать так на ёшкин отключить лебедку она на это он наш прицеп давай 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 болото жесть поближе его поближе сюда было бы круто развернуться так тихо заваливаться не надо ни в коем случае режим крана нет режим крана спасибо нам не надо ладно сейчас ребят что-нибудь придумаем кстати ребят я хочу вам сказать наш цицерна то она там у нас фуловая мы можем есть заправиться так что мы здесь можем зависим как говорится надолго так что все нормально мне это нравится я даже сразу выехал я не понял я понимаю что когда мало бензина насос когда пытается высосать топливо из бака но здесь 50 литров было я к тому что когда мало бензина и он берет вот капает воздух вместо топлива поэтому получается мощности мало когда так но 50 литров то принципе то это же достаточно во во 35 прицеп слишком далеко отлично теперь можем спокойно ехать блин картин просто ракурсы обалденные выезжает просто вообще с легкостью сейчас легкости но конечно как я говорил неоднократно шоссейные колеса дают о себе знать вот ему бы чуть-чуть повыше но подвески по моему нет у него высокой или хотя бы хотя бы колес вездеходный тогда это было бы вообще круто так сейчас будем вот потихоньку тельпаться в этой грязи я думаю мы долго все равно не будем здесь как копошиться прям вылетим со скоростью ветра даже по моим колесики вот он до поворот наконец-то дотилипался до поворота который там от склада где мы где мы поднимали только что контейнер но я думаю я должен заехать с полной цицерной топлива в эту горочку конечно верни там все таки быстро это будет происходить но но должно что-то получиться был я на аляске ребят на аляске я уже покатался покатался открыл даже все вышки на уазике ну этот уазе конечно не валяшка еще тот и пока туда суваться не хочу знаете почему потому что мне нужно найти хотя бы снегоходные резину с вернее с цепями чтобы вообще было без заморочек там ездит потому что на такой резине особенно вот если я на шоссе на поеду там будет конечно не то нет нет они то дорога не то скорость все это будет не то все будет очень длиться медленно можно там конечно съесть до первого моста до какого-нибудь там до 2 до 3 для того чтобы просто починить ну мы это посмотрим посмотрим в любом случае ребят как я не так говорил пишите все в комментариях пишите в комментариях и и вообще просто пишите в комментариях почему не пишите сами смотрите и не пишите да мы с легкостью преодолели этот участок сейчас отвезем его на азс там он дадим и все в принципе на этой локации мы уже закончим квестики да вот он прицеп вы могли видеть вот видите да вот на такой влезет он сюда по месяца вот с помощью с этим краном в комплекте он он сюда по месяце а вот как я говорил неоднократно если взять большой кран но грузить его некуда как-то одну машину пригонять потом вторую пригонять это все разгружать это все конечно хорошо вот в кооперативе было бы это вообще офигенно кто-то ехал как я повторялся вот недавно не на одной машинке а кто-то на другой допустим кто-то на кране и вот чисто ради прикола ради фана кто-то на кране а кто-то вот на такой вот низкопрофильным прицепить для того чтобы туда взять и поместить грузон не вот ради интересным вообще поднимет его не поднимет такая чё-то не так поехали можно вот так подать он отдался сам окей все тут и мне нравится еще на зэс приезжаешь тут музычка такая тэн-тэн-тэн играет как знаете в село в деревне так хорошо я кстати не договорился знаете что ребят что мы тут доделали все мы стал ривер принципе уже почти весь прошли у нас здесь осталось по пару паут поручение запчасти для буровой установки мы должны здесь доставить на завод сколько тут их надо запчасти взять где это задание здесь этого короче взять отсюда вот вот отсюда отвести вот сюда 4 запчасти у туда только чё либо две фотки либо такой длины низкопрофильный прицеп но и это будет завтра ну не то что завтра в следующем летсплея сегодня ради интереса попробуем вытащить вот такой chevrolet кодиак на этом грузоне вот сейчас посмотрим как по времени и вообще насколько ли растянется растянется ли летсплей но chevrolet кодиак можно вытащить на по крайней мере его продать так а я нахожусь вот здесь вот доберусь его до сюда и попробуем вытащить окей так ребят мы почти добрались за этого кодиака я кстати вот когда здесь катался тоже сколько пеньков то вырубили что-то думал что вот этот синий цср можно заправляться она к сожалению не призназначена для заправки так я вообще про не туда правильно еду по самой чаще как себя мне вот кажется если взять какой-нибудь тяжелый грузон вот на тяжелом грузоне можно все сделать и вытащить и проехать нормально и вездеходные колеса и и подвеска большая но смысле как клеерность подвески большой высокий хотя мне кажется ограничение все равно будет какие-то модули на них не установишь имеется виду кран всякие всякие штуки вот так задним ходом поедем я думаю да задним ходом попробуем его вытащить отлично туда мы рюхаться не будем просто так возьмем он у нас поломанный поэтому его будет очень тяжко вести как как white star который там на дамбе на дамбе я все время забываю на дамбе ну это езиш не он легкий для него мы сейчас вытащим просто вообще как делать нефиг элементарно так а пересесть с него можно так февралет кодиак обнаружен вот этот тоже как разведывательный скал был бы крут но он идет как у нас как грузовой вроде бы так отключили бедочка можем пересесть пересесть да мы можем пересесть ребят все можем пересесть конечно он такой вообще унылый я хочу повращать он это не вращается мышка почему мышка не вращается так но он вообще не туда и не сюда шевралет кодиак да вот сейчас вращается спасибо то окно в принципе он неплох внутри кабины бензин 0 коробочка шестиступенчатая 1 2 3 4 4 ступенчатая и задний ход имеется ввиду но в принципе я думаю ребят на этой ноте мы закончим я вот сейчас от буксу и наверное эвакуирую в гаражик да и теперь посмотрим что на него можно установить ради интереса ну в принципе мощность двигателя на смысле класс а ничего не подмотишь крикнул что-то вездеходный можем поставить лебедочка у нас средняя серийная среднем то есть это не очень-то и хорошо дифференциал подключенный есть колесо запасное можем поставить шнорхель можем поставить полный привод тоже можем врубить отключаемые чтобы найти этот исследуйте аляску и детали кузова так кран мы сюда большой можем прицепить платформу притулить модели с кунгум бортовой можно топливный бак погрузочный кран вот такой маленький как и был высокое седло и низкость но но в принципе как грузовичок он нормальный мы даже посмотрим да он грузовой такой легкий легкий грузовой а сколько он кстати стоит на 34 можем за 34 его продать и потом тюнин гнуть ну как для коллекции пока его оставлю так хорошо ребята давайте покинем гараж посмотрим еще как он ездит такой шустрый почти до дифференциал только работает на пониженной и полный привод не установлен круто вот такая вот кабина и кусок рамы ладно ребят на этом мы остановимся и продолжим уже следующей серии обидно что здесь нельзя очень много гараж большой делать не ну хотя в принципе в каждом городе можно по гаражу но не по не по гаражу там несколько машин сколько там 7 правда на них замужится копить вот так вот вот так вот поставим для вы были на канале джонни по 5 не забудьте поделиться этим видео напишите комментарий поставьте лайк нажмите на колокольчик и увидимся уже в следующем видео на канале все всем пока пока